Всем привет, привет, ребята! Я так по вам соскучилась, я соскучилась по съёмкам видео, ужасно. Вы знаете, что нас долго не было в Алматы, мы отсутствовали, путешествовали, я снимала много-много влогов, потом их монтировала, жутко устала. На самом деле я так устала монтировать видео, потому что тяжело, даже когда они копятся. Легко, когда ты сегодня наснимал что-то, да, тот же влог, и сегодня же вечером сел и его отредактировал. Ну а если ты снимал, 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 потом сложил в отдельную папочку и начинаешь снимать какое-нибудь другое видео, наснимаешь потом опять в отдельную папочку, и так у тебя 3-4 папки скопятся, и потом, когда ты садишься редактировать первую папочку, то ты в шоке, потому что уже дни прошли, уже как-то эмоции не те, и потом ты заново всё вспоминаешь, редактируешь, монтируешь, и, в общем, тяжеловат этот весь процесс, что и со мной происходило. В Греции, в принципе, я практически день в день снимала видео и редактировала их, а уж дальше, когда мы на чемоданах по Европе путешествовали, то это было немного тяжеловато. Хочу поделиться новостью с жителями Казахстана, а именно с жителями Алматы, что 25 октября состоится грандиозный бьюти-дэй с Еленой Крыгиной, то есть популярный визажист и бьюти-блогер, ютубер Елена Крыгина приезжает к нам в Алмату, наконец-то, мы ждали, 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 и вот она к нам приезжает. В общем, Елена Крыгина представляет самый масштабный бьюти-день в Алматы 25 октября, если вы хотите попасть на это событие, я там обязательно буду, потому что как я могу пропустить, я с удовольствием бы познакомилась с Леной, потому что как-никак мы коллеги. Мероприятие продлится целый день с 11 до 7 вечера, и я буду там присутствовать, и, безусловно, очень-очень этому рада, потому что я ждала, я уже когда же наконец Лена приедет к нам в Алматы. Если вы хотите попасть на бьюти-день с Еленой Крыгиной, я оставлю ссылочку под видео, посмотрите там вся информация, что будет, как оно будет, будет очень интересно, будет много-много бьютиков, потому что всем интересно посмотреть на Лену и поучиться тенденциям. Она специально для Казахстана разработала урок по макияжу, то есть я уже вся в предвкушении. У меня день рождения вообще 23 сентября, но отмечала я его 25 сентября. В кругу самых близких подруг своих я позвала только самых-самых. К сожалению, несколько подруг не смогли приехать, потому что там у них были свои обстоятельства семейные, и вот мы встретились, поболтали, покушали, по душам поболтали, и как давно, я не знаю, это так прекрасно с подругами встречаться, как давно я этого не делала. Так жалею об этом, что пропускала какие-то встречи, и теперь я постараюсь с подружками все-таки чаще встречаться, потому что это кайф. Нужно обязательно встречаться часто с подружками, потому что ты заряжаешься женской энергетикой, вы о женском разговариваете, и если вас не хватает именно вот этой девчачьей энергетики, то нужно часто встречаться с подружками и сплетничать. Путешествовали мы довольно долго, примерно 20 дней нас не было в Алматы. Мы были в Греции, мы были в Париже, в Милане и в Риме. Мне понравилась очень Греция, я от нее в полном восторге, и я об этом говорила в своих видео. Обязательно туда полечу, когда будет возможность со своей доченькой отдыхать на море. И очень-очень мне понравился Рим. Вы знаете, Париж, оказывается, тоже мне понравился, когда я... Я просто ожидала от Парижа больше. Когда вы с детства смотрите фильмы, картинки про Париж, там клипы снимают в Париже, и там все что угодно про Париж, у вас складывается определенная картинка про этот город. Но когда вы туда приезжаете, то немного вы разочаровываетесь в этом, потому что уже все как-то не так. Не та Рифелева башня, не те люди, и все как-то по-другому, не так, как ты себе представляла. Я когда приехала, немного расстроилась, поэтому, может, у меня такие эмоции были. Но зато потом, когда я уехала из Парижа, через пару дней у меня началась хандра по Париже. Вот честно вам скажу, я поняла, что он все-таки понравился мне, этот город. Но я покапризничала там, после Греции, находясь в Париже. Покапризничала, как-то повозмущалась сама себе. А в итоге поняла, что все-таки мне он понравился. Я думаю, что каждый человек должен поехать в Париж хотя бы один раз в жизни, потому что если вы такой принципиальный и говорите, что нет, мне Париж не нужен и даром, и я туда и не хотела и не собираюсь, то я думаю, что вы все равно сами себе лукавите. Все-таки потом, если вы сейчас так думаете, то через 10 лет вы точно туда захотите и все равно приедете. Поэтому пока есть возможность, то едьте сейчас. Лучше посмотрите там пару дней, походите, побродите, покушайте, попейте вина вкусного. Пкусите всю эту парижскую суету и будет вам очень хорошо. Милан как бы не очень впечатлил, потому что, может быть, из-за того, что мы там мало были, может быть, из-за того, что были дожди в эти дни, да, особо не погуляешь. Мы промокали постоянно. И как-то там в основном все шопятся в аутлетах, да, в аутлетах есть скидки. Так что обязательно посетите аутлеты, они не в городе, они там подальше. Вот. Ну и тоже, да, своя атмосфера. У них есть даже happy hours, это счастливые часы вечером, по-моему, в обед, когда у них немного дешевеет в кафешках еда. И вы можете прийти там символически за недорогую стоимость, покушать, типа пить вина, там многие пьют алкогольные различные напитки, отдыхают после тяжелого рабочего дня, там с бокалом стоят. И снимала про это, кстати, да, был момент в видео. Конечно, Рим, от которого я в полном восторге. Я говорила, писала в Инстаграме, что моя мечта теперь остается проездить по Европе на машине, обколесить всю Европу, поехать на юг Франции, посмотреть города, которые находятся на юге Франции, поехать в Италию, в Испанию. У меня в Испании живет подружка Лиля, я ее очень люблю, мы сто лет не виделись, она меня приглашала, говорит, давай приезжай в Испанию, приезжай в Барселону, погуляем. И вот мы не смогли приехать гулять только по Милану и по Риму. Я хочу попросить вас написать под этим видео в комментариях какие-нибудь города в Европе, от которых вы без ума, которые запали вам в душу на всю жизнь. И посоветуйте, пожалуйста, куда можно съездить, чтобы это было такое место, где немного туристов, чтобы прочувствовать страну. Вот я люблю такие места. Еще хочу рассказать про бронирование отелей. Мы в основном бронируем отели через Booking.com или Agoda.com. Бывает, что на Agoda дешевле, чем на Booking, и одни и те же номера. Бывает наоборот. Мы часто сравниваем, смотрим в приложении, и чаще всего происходит так, что мы бронируем отель только после того, как прилетим уже в эту страну. То есть сидя в аэропорту, когда мы прилетим, мы ищем отель через... Главное найти еще Wi-Fi, чтобы ловил в аэропорту. И когда мы находим Wi-Fi, мы начинаем искать отель. Либо поблизости, либо проехать немного нужно. И вот таким образом мы путешествуем, если вот налегке. И перелет был из Греции внутренний. Ну, получается, можно было взять с собой чемодан только для ручной клади. А если вы хотите багаж, то нужно было сдать его в багаж и платить за это. Мы решили чемодан наш тяжеленный оставить в Греции у знакомых. И поехать налегке с одним чемоданчиком для ручной клади по Европе проехаться. Ну, там были мы буквально немного. Мне очень понравилась Европа. Но сейчас с внешним положением, с курсом нашим. Очень дорого стоит евро, дорого стоит доллар. Поэтому ехать за границу куда-то немного накладно. Даже не немного накладно, а много накладно. И теперь будем надеяться только на процветание нашей страны. Что люди начнут больше зарабатывать и больше путешествовать. Многие задавали вопрос, с кем осталась наша дочка. И вообще, почему мы без нее поехали. Потому что мы, опять же говорю, были налегке. У нас в Греции был тур. Можно сказать, инфотур. Мы там бегали-бегали и по автобусам. Очень мало даже купались в море. В основном все смотрели и смотрели. Потом то же самое было и в Европе, ну, в Париже. То же самое было и в Париже, и в Милане. То есть в Риме мы бегали, мы прыгали. Мы очень много ходили пешком. Я думаю, для дочери это было бы тяжеловато столько ходить. И поэтому мы решили ее оставить с бабушкой. В основном остается в Алма-Ате мужа мама с ней. Она любит очень нашу дочь. Она как вторая мама. Ей она с удовольствием всегда остается с ней. И мама у мужа такая молодая, подвижная, на машине ездит. Поэтому она без проблем сюда и отвозит дочку в садик. Доча ходит в детский сад. Конечно, соскучилась. Я приехала, все-таки нас долго не было, 20 дней, 20 с чем-то дней. И она так обняла меня, говорит, мама, я так по тебе скучала. И я так поняла, что все, она уже выросла. Если раньше мы ее оставляли, когда она была такая маленькая, да, и в принципе не понимала, что мы уехали надолго. Для нее не было вот этого счета времени. Она не понимала, сколько дней прошло, и долго нас нет, или недолго. Мама уехала, мама приехала. Все, баба была мама, деда был папой. Все было хорошо. А сейчас она уже такая у нас взросленькая и понимает, что да, вот мама уехала, мамы что-то долго нет. И вот она пришла, я когда за ней в садик недавно, и воспитательница мне говорит, вот она каждый день говорила, мама за мной скоро приедет, по маме скучаю. Я аж прослезилась, я уже, я говорю мужу, что больше я так надолго ее уже не оставлю, потому что все, она большая, она уже все понимает. Если я буду так надолго уезжать, то только вместе с ней. Поэтому, или если буду ездить в командировки, то максимум оставлять ее на 5 дней, да, максимум. Ну, на неделю. Но уже не больше, потому что жалко ее все-таки. Она любит меня очень сильно и постоянно за мной тянется везде. Я тоже самое, конечно, ее очень-очень люблю. Она у меня на первом месте в жизни. Ой, сейчас расплачусь. Насчет фона вы не удивляйтесь, не думайте, что это у меня так в квартире красиво, да. Просто дело в том, что мы сейчас находимся в отеле со съемочной командой одной. И я пока жду, пока приедет стилист, визажист и так далее. Нас нужно подождать, потому что все, как всегда, опаздывают. И я говорю, ладно, я видео сниму в этом красивейшем номере. Я могу, в принципе, показать вам номер, где я здесь снимаю. Очень красиво это в гостинице «Казахстан». Посмотрите, здесь какая кровать шикарная. Двери какие, я говорю, королевский. А, надо косметику забрать. Потом покажу, что у меня из Мак появилось новенького. Здесь такой туалет шикарный, с джакузи. Там какие-то... Я уже не буду топтаться, потому что я в обуви. Пойдем, посмотрим. О, кто-нибудь здесь есть? Все куда-то разбрелись. В общем, вот сумки фотографов и визажист. Одна девочка пришла, второй еще нет. Телек включили. Очень красиво здесь. А ну вид какой. Вид какой. О, алматушечка. Привет. Я снимаю видео. Вот девушка-фотограф, да. Она нас немножко пофотовала сегодня. Такой стесняется. Расслабься, нормально. Вот, здесь еще вот какая-то комната есть. Не знаю, что там. А, там туалет. Еще один с ванны. Зачем два туалета в таком? Стол очень красивый. Ну, конечно, мне так нравится вот этот дизайн. Сиреневый или лиловый этот цвет? Или пурпурный? Да. Да, лучше быть дальтоником в этом вопросе. Мы, в общем, снимаем сейчас один проект для Казахстан Fashion V. Fashion проект привлекают блогеров и популярных людей. Я приехала, и вот мы сейчас ждем. Все. Я немного не выспалась, как обычно. Поэтому у меня, может, такой вид. Буду прощаться с вами. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok